Высокая конкуренция и новые правила, такие как процентный показатель участия товара в акции, станут стимулами для новых продавцов маркетплейса. Занять высокие позиции в первой масштабной ноябрьской распродаже 11.11 отмечает предприниматель на Вайлдберис Рамис Хузин. Рост ожидаем большой, в связи с тем, что Вайлдберис усиленно делает все, чтобы товар до покупателя приходил намного быстрее. Он уже, помимо пункта выдачи, уже делает такие постаматы, где человеку не надо приходить на ПВЗ, получать свой товар. Он может в любое время прийти и забрать свой товар. На другом маркетплейсе «Алзон» также отмечают популярность и востребованность больших распродажных дней. В этом году пользователям будут доступны больше 68 миллионов товарных наименований в акции. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году, а в акции участвуют почти 70% продавцов от общего количества продавцов на площадке. Мы провели опрос среди более чем полутора тысяч россиян и выяснили, что более половины респондентов ждут большие сезонные распродажи и заранее готовятся к ним. Каждый четвертый внимательно следит за рекламой или откладывает товары в избранное. Еще 14% опрошенных откладывают деньги на крупные покупки. Наши данные говорят о том, что россияне стали чаще использовать распродажи для крупных покупок. Если в прошлом году так делали 13% опрошенных, то в этом году почти каждый пятый. Перед началом акции 11.11 было определено, что приоритетной категорией товаров у покупателей, как и в прошлом году, станет одежда и обувь. Также в корзину попадут товары для дома, гаджеты и некрупная бытовая техника. Маркетологи отмечают, что в этот период покупатели будут относиться к своим тратам вдумчиво и максимально целенаправленно. По мнению опрошенных экспертов, ноябрь ежегодно является месяцем покупок. В этот период отмечается активность. Некоторые следуют правилу «бери сейчас, завтра может быть дороже». Я бы сказала, сейчас, наверное, потребитель будет жить одним днем и будет весьма падок на какие-то интересные предложения. Но в то же время, с точки зрения компании, я бы не стала больших питать иллюзий. В том смысле, что у потребителей однозначно платежеспособность изменилась, но ведь и уровень цен тоже изменился. Также маркетологи напоминают, что производителю редко выгодно давать настоящую скидку на товар. Поэтому для того, чтобы действительно сэкономить, надо заранее изучить цены до периода скидок. В случае, когда ценник сначала был увеличен, а после снижен, встречались в Пермском крае. В том числе и от именитых брендов резюмируют маркетологи.